Привет! Задумал я себе установить на девятом этаже камеру для наблюдения за внутренним двором. Там детская площадка и авто я ставлю в том же дворе и заказал для себя вот такую недорогую камеру, заодно и вам покажу. Это уличная Wi-Fi камера для видеонаблюдения, она как раз отлично подойдет для моих нужд. С помощью этой камеры вы можете мониторить все происходящее на вашей территории, даже находясь вдали от нее, что очень удобно и практично. Камера имеет разрешение 5 мегапикселей, что обеспечивает качественное изображение, щеткой детализацией и хорошей цветопередачей. Она также оснащена функцией дистанционного управления, позволяющей вам контролировать ее работу из любой точки мира через интернет. Заказать можно камеру и на 3 мегапикселя, но там разница в цене небольшая, так что я взял на 5 мегапикселей и вам советую. Кто не понял, то камера защищена от пыли и влаги по стандарту IP66, что обеспечивает ее надежную работу в любых погодних условиях. Камера также имеет встроенную инфокрасную подсветку, обеспечивающую видеонаблюдение в темное время суток. С помощью этой камеры можно вести запись на карту памяти или отправлять записи на сервер облачного хранения. Камера также поддерживает протокол ON-FIV, что делает его совместимым с большинством устройств видеонаблюдения. Все подключается легко и просто. В комплекте есть инструкция, как ее подключить, если вдруг что-то непонятно, но на самом деле все элементарно. А также есть QR-код на приложение, через которое вы будете управлять камерой через телефон. Также можно камерой управлять через компьютер и записывать на этот компьютер же информацию. Но я буду управлять через телефон, мне так лично удобнее и не нужно заморачиваться с компьютером, это лишнее для меня. Камера оснащена АИ датчиком движения, который позволяет обнаруживать движущиеся объекты и сообщать пользователю о них. Это позволяет быстро реагировать на нежелательные события. Также в ней есть встроенный микрофон, позволяющий записывать звук вместе с видео, что обеспечивает еще более полную информацию о происходящих событиях. Вы можете записывать видео на карту памяти, которую нужно заказать отдельно, потому что в комплекте она не идет, что обеспечит дополнительный уровень безопасности. Вы можете, например, посмотреть по этой карте, что было там в понедельник, смотря это все в пятницу. Кроме того, камера поддерживает видеозапись в облако, что обеспечивает доступ к записям в любое время и из любой точки мира. Но облако будет платным через месяц использования, так что лично я буду все записывать на microSD карту. Ну, когда она придет и когда я смонтирую камеру. Итак, подключили камеру к интернету через шнур и сейчас пытаюсь настроить ее через Wi-Fi. Антенку я уже прикрутил. Итак, смотрите, через, вот на данный момент, через кабель все отлично работает. Вот у нас показывают пальцы, работает звук, все круто. Но, чтобы подключить Wi-Fi, нужно зайти в настройки. Вот уже мы смотрим камеру, нажимаем кнопку по экранчику, вот тут настройка вылазит. Нажимаем на нее, Network Setting, должен быть роутер мод. И вот будет наш Wi-Fi. В общем, вот наш Wi-Fi я выбираю, ввожу сейчас пароль. Можно также не заходить сюда сразу в камеру на отображение, а вот есть сеттинг также. Вот прошло наше подключение и мы видим, что без кабеля интернетовского у нас все работает. Вот опять же можно увидеть. То есть все нормально, все работает, все отлично. В настройках можно разобраться с помощью вот этой книжки. Тут есть полностью все настройки. Все как управлять этой камерой. Но, например, можно тут выбрать запись на карточку на облако. Вот управление в реал тайме. Вот можно включить звук. Все будет слышно, что там говорят, но я выключу пока что. Вот можно сделать как вот запись. Можно сделать фотографию. И можно выбрать качество HD или Full HD. Также можно выбрать разные варианты управления уже в самих настройках. Я вам могу долго рассказывать про то, как управлять этим приложением, что я не вижу смысла. В описании я оставлю ролик на небольшое видео. И в этом видео будет все вам показано, как управлять приложением. Мне на данный момент этого не нужно, потому что у меня уже все работает. И у вас так же все будет работать. Просто если вы там хотите сделать какие-то настройки, какие-то, не знаю, какие вам нужны, то посмотрите видео и там разберетесь. Просто чтобы не затягивать свой ролик, то я не буду показывать, как управлять этим устройством. Главное, что мы камеру подключили. Все работает, все отлично. Настроили Wi-Fi и, в принципе, я больше не вижу смысла что-то другого рассказывать. Так что вот так. Теперь давайте посмотрим, как же снимает камера на улице в дневное время и в ночное время. Также еще хочу заметить, что у нас кабель питания идет большущий. Там что-то около 3 метров, если я не ошибаюсь. Так что это большой плюс. Исходя из ценника камеры, как мне кажется, она очень достойна вашего внимания, потому что есть подобные другие камеры, но с ценником 3 раза больше. Я вот смотрел, я немножко обалдел. Камера на 5 мегапикселей. У нас линза 3,6 мм. И у нас угол, если я не ошибаюсь, 75 градусов. Ну, это довольно неплохо. Есть, конечно, камеры с углом 120 градусов, но у них и ценник намного больше. Итак, смотрим тест. Это у нас дневное время. Вот у нас HD, как я понимаю. Высота 9-этажного дома. Это SD. Это HD. Вот примерно вот в таком угле я планирую поставить камеру, когда уже буду монтировать. Когда камера в руке идет небольшая тряска, и картинка может немножко сыпаться. Но когда вы ее зафиксируете и прикрутите, то картинка, возможно, будет немножко лучше. С 9-го этажа, например, увидеть номера машины нереально, но если у вас будет камера пониже, то это будет вполне реально, я думаю. И как за такой ценник, то камера совсем неплохая. Давайте посмотрим съемку ее в ночное время. Вот так снимает у нас камера в ночное время. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Можно включать звук, через программу выключать звук, делать фотографии, записывать видео, определенные отдельные куски. Все как вам удобно. Можно даже говорить. Записывать информацию можно как на флешку, которая находится здесь внутри. Вы откручиваете два этих винтика и там будет динамик, через который говорит камера, что прикольно кстати, и там будет флешка. Можно писать на флешку, либо на облако. На облако вам дают 30-дневный бесплатный период, дальше нужно за него платить. Максимальная карточка, которая сюда вставляется, это 64 гигабайта. Немного, но, как я понимаю, этой памяти вам примерно должно хватить на дней 7, то есть на неделю. возможно больше. Пока что я сказать точно не могу. У меня флешки нет и пока я тестировать не буду. Я уже подожду, когда придет флешка и тогда уже, возможно, буду устанавливать. Заказал камеру немножко с запасом по времени, так что как-то так. Но опять же, 5 мегапикселей файлы слишком большими не должны быть и где-то на недельку, я думаю, вам хватит. Потом, когда флешка забьется, камера будет перезаписывать информацию на нее. Также можно, в принципе, подключить запись на облачное хранилище на компьютер. Вот. Но не знаю, кому это интересно. Если у вас будут 5 таких или 4 таких камеры, тогда, возможно, да. А пока у меня, допустим, одна камера, 64 гигабайта флешку, я думаю, хватит за глаза. Еще вам подсниму сейчас инфокрасные датчики, потому что основная камера плохо их подснимает, а с телефона более-менее не видно. Вот. Вы сейчас видите эти датчики и свечение датчиков синим, но по факту они красные. Это значит то, что камера работает в ночном режиме и, ну, типа, инфокрасные датчики включены. Как-то так. То есть, они красные, они синие. И их видно, ну, их видно, если человек какой-то будет идти, то, ну, он, наверное, догадается, что это снимает камера. Если, например, ворк там какой-то будет идти, то он вот эти вот два свечения увидит и поймет, что его снимают. Скрытая камера. Так что, как-то так. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Обязательно пишите, как вам такая камера, пригодилась ли. И, ну, и, в общем, берите себе на заметку, если вам нужна камера для наблюдения в дом или в, там, не знаю, в гараж, на предприятии, в квартиру, как мне. Так что, вот как-то так. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok